День с толком В Каникул депутаты Краевого Заксобрания обсудили сразу несколько важных законопроектов. Мечта всей жизни. Барнаулиц своими руками собрал самолет. Итак, начнем. В Алтайском крае назначили нового уполномоченного по правам человека. Им стал депутат и директор юридического института АГУ Антон Васильев. Напомню, с 2013 года и до недавнего времени эту должность занимал Борис Ларин. Срок его полномочий подошел к концу. Нового уполномоченного назначили депутаты Краевого парламента. Кандидатуру Антона Васильева поддержали 39 человек из 62. Теперь Васильеву придется покинуть должность директора в УЗИ и место в парламенте. Таковы условия его нового статуса. А также депутаты Краевого Законодательного собрания сегодня вышли с каникул и сразу обсудили несколько важных законопроектов. Прежде всего поддержали инициативы губернатора, устанавливающие гарантии для участников СВО. Какого рода льготы они вскоре будут получать и о других законопроектах, обсуждаемых на сессии, в материале Данила Кузнецова. На повестке дня 20 законопроектов разной направленности, начиная от административных нарушений, заканчивая помощью участникам спецоперации. Теперь при поступлении в наши региональные вузы им будут добавлять баллы. Наши ребята, участвующие в зоне специальной военной операции, на счастье категории детей-сирот, получают право на первостепенное получение мер социальной поддержки в части выделения жилищных улучшений и выделения жилья в Алтайском крае. Также большинство депутатов поддержало идею президента страны в выделении земельных участков для отличившихся участников СВО. Своё владение можно будет получить до 20 соток для подсобного хозяйства или садоводства и до 15 соток для строительства дома. Этой возможностью смогут воспользоваться бойцы, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в ходе СВО. В данном законопроекте мы прежде всего говорим о том, что это мера не льгота и не мера социальной поддержки. Я бы его рассматривал как мера благодарности. Одобрили помощь и предпринимателям. Депутаты дали зелёный свет изменениям в законе о нулевом НДС для начинающих бизнесменов. Льготы продлили до 2025 года. Изменили и условия попадания в программу, подняв предельный уровень дохода на четверть – до 20 миллионов. Также в перечень сфер для получения налоговых каникул вошли новые категории. Сейчас мы добавляем несколько видов деятельности. Это, например, производство летательных беспилотных аппаратов, их эксплуатация. Это, например, деятельность, связанная с обнаружением каких-то летательных целей, которые нужны, да, мы понимаем, для обеспечения бурной способности, безопасности. Вопрос о личной безопасности каждого также не прошёл мимо сессии. И обсуждение было бурным. Речь о законе о профилактике наркомании и токсикомании. Туда теперь добавили и алкоголизм. Появилось и второе новшество – частные вытрезвители. Несмотря на одобрение законопроекта, большинством вопросов и опасений осталось много. Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбора. И тех, кто на ногах стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе у друзей или возвращался с праздничного корпоратива. Полторы тысячи рублей с человека за ночь – деньги немалые. Одним из самых главных результатов совместной работы депутатов стало внесение поправки в закон о предоставлении регионального материнского капитала. 59% жителей региона используют выделяемые 80 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. В связи с такой статистикой депутаты единогласно поддержали идею о расширении категорий для траты денег. И это можно будет использовать для подключения централизованных систем жилых помещений. Это теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, и также водоотметение. Причем независимо от даты рождения ребенка. Также КЗС направила предложение в Госдуму касательно использования федерального материнского капитала. Инициатива позволяет применять его средства сразу же без трехлетнего ожидания. И хотя поправку нельзя назвать новой, еще раз поддержать возможные изменения лишним не будет, считают алтайские депутаты. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, День с толком. После общественного резонанса стала известна еще об одной трагедии с сельхозтехникой, только уже в Михайловском районе. Там за несколько дней до ЧП в Первомайском тоже баловались со спичками. Неизвестные сожгли сельхозмашины, на которых фермерская семья заготавливала корма для животных. Сейчас аграрии из Первомайского района, которые постепенно встают на ноги, пытаются поддержать своих земляков и братьев по несчастью. Своим репортажем пытаемся помочь и мы. Комбайн пригнан, комбайн на месте. Есть там некоторые моменты по рулевому, нужно заменить один из цилиндров. Ничего сложного. Помогли с техникой и поддержали рублем. Люди со всей страны протянули руку помощи аграриям Первомайского района, которые за одну ночь лишились почти всей сельхозтехники, трех комбайнов и четырех тракторов. Сегодня пострадавшие с небольшой задержкой, но все же начали уборочную кампанию. Параллельно со сбором урожая по крупицам восстанавливают обгоревшие машины. Всем спасибо, всем неравнодушным, всем, кто отликнулся, спасибо за помощь. Жизнь продолжается, работаем, восстанавливаем. По словам пострадавших, неизвестные специально поджигали кабины и двигатели. Сейчас дело расследуют правоохранители. Ход расследования также находится на контроле прокурора Алтайского края Антона Германа. Ни с кем не ссорились, никому не должны, нам никто не должен. А между тем, буквально на днях стало известно, что поджигатели завелись и в Михайловском районе. В селе Бастан огонь забрал фермерскую технику. Ни трава, ни ничего не сгорело. Видно, что это единичный, каждая единица специально подожжена. Сгорело в процессе пожара наш вагончик. Сгорело два МТЗ-82. Трахтора были свежие. Один был 14-го года, другой был 10-го года. Сгорела сенокоска. Сгорел частично рулонник. В результате поджога целое стадо животных, почти 100 голов, остались без еды, рассказывает пострадавший фермер Юрий Шматков. Крестьяне успели заготовить 300 рулонов сена, а нужно еще 700. Но техники больше нет, как и средств на покупку. На маленьких телят, которые этого года рождения, нам-то хватит еще корма, а крупных придется всех угнать на мясокомбинате. Пострадавшие фермеры из Первомайского района намерены оказать посильную помощь коллеге из Михайловского района, а именно по максимуму привлечь внимание общественности к проблеме. На беду фермера может откликнуться и любой из нас. На экране реквизиты для помощи. А мы, в свою очередь, надеемся, что дела о поджогах сразу в двух районах края оперативно раскроют. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, День с толком. Стать наставником для подростка из детского дома. Наш следующий сюжет об уникальном проекте. Его суть в том, что пройдя обучение, любой желающий может помочь ребенку, оставшемуся без родителей, не потеряться в этом мире, направить, дать советы и быть на связи в трудную минуту. Подробнее в сюжете. Три собаки, две кошки, куры, юридическое сообщество и трое детей. Все это держится на хрупких плечах Натальи Вишневской. Уже много лет девушка-волонтер. И именно через волонтерство в ее семью попал этот молодой человек. В 2008 году Слава был в детском доме. Наталья работала в БИИ. В очередной раз она отправилась на помощь приюту Ласка. И в этот раз ей сказали, что надо взять с собой воспитанников детского дома. Я говорю, ну зачем вообще, что там, цирк что ли показывать, не зоопарк, там работать надо. Мне говорили, надо съездить, посмотреть на собак. Я сказал, ну я не хочу. Ну меня в итоге уговорила моя подруга, сказала, поехали съездим, что ты будешь сидеть. И он так сразу ко мне как-то прилабунился, мы там с ним. Я говорю, так, бери там доски потащили, там уголь, еще что-то. Я говорю, ничего не понимаю. Говорю, мы же собак пришли смотреть. Она ко мне подошла, говорит, что стоишь, пошли убираться. Мы пошли, понесли какое-то бревно. Донесли одно, второе, третье, разговаривались. Я говорю, пойдешь в кино? Говорит, пойду. Вот мы пошли там всей семьей в кино сходили. Он говорит, можно я буду к вам в гости приезжать? Так приезжай. Он стал приезжать, мы стали его брать на отдых куда-нибудь едем, рыбалка, берем его с собой. Сегодня Вячеславу уже 27 лет. И ему очень повезло, что когда-то он обрел семью. У многих детей в приютах есть родители, но они ограничены в правах. Из-за этого ребенка не могут усыновить, он не может претендовать на жилье. Но даже таким детям можно помочь, изменить их жизнь и стать примером. Наталья рассказала нам о проекте наставничества. За каждым ребенком в детском доме может быть закреплен куратор, проводник. С ним нужно видеться хотя бы раз в неделю, постоянно быть на связи. При этом воспитанника не нужно усыновлять, хотя это никто не запрещает. Наставник, прежде всего, нужен не для какого-то материального обеспечения ребенка, а для возможности осознания, что у него есть близкий родной человек, который ему поможет в любую трудную минуту, будет принимать его таким, какой он есть, и всегда будет находиться рядом. Вот для такого проекта существует масса площадок, которые ведут регистрацию. Это и у нас на территории Алтайского края есть, и в других регионах. В общем, это доступно на территории всей России. Стать наставником может любой желающий, пройдя отбор и обучение. А дальше – рандом. Никто не знает, какой ребенок вам достанется, как и в случае с рождением своего ребенка. Наталья уже подала заявку и скоро тоже станет наставником. Кстати, Вячеслав не исключает, что в ближайшем будущем он тоже возьмет под кураторство воспитанника детского дома. Ведь он, как никто другой, понимает, насколько это важно для жизни маленького человека. Я знаю судьбу этих детей в основном. И не всем там легко, и не всем просто. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. А далее барнаульцы снова могут бесплатно проверить свое здоровье. 1 сентября акция пройдет в Терции Европа, 2-го – на площади Сахарова. Можно будет проверить, как работает сердце, мышечную силу рук, определить уровень глюкозы в крови. Специалисты измерят внутриглазное и артериальное давление, рассчитают индекс массы тела и проведут спиротест. Иными словами, оценят объем легких и присутствует ли у человека нарушение функции внешнего дыхания. 1-го числа в Европе обследование пройдет с 12 до 17 часов. 2-го – на площади Сахарова с 10 до 15. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Полетел над Алтайской землей, почувствовал бескрайние просторы и свободу. Свою давнюю мечту исполнил барнаулиц, собрав своими руками уникальный самолет. Сколько лет летчик гражданской авиации шел к цели, как складывалась его жизнь и какие планы строят на ближайшее будущее – об этом смотрите в нашем сюжете. Так исполнялась мечта жизни летчика гражданской авиации Сергея Шивырева. Полет над землей предков селом Быстрый Исток на уникальном одноместном самолете, который Сергей собрал вместе с товарищем. На моем самолете установлен двигатель Хонда, также редуктор вот впереди, потому что обороты двигателя и винта должны соответствовать. Такой самолет собирали около четырех лет. Конструировали с фотографии американского самолета «Орел». Но это, конечно, не копия, а своя версия, которую владелец называет «Орленком». Я давно мечтал, что иметь свой самолет. Еще когда в Ашхабаде был, на Ил-18 работал, я уже приборы списанные, но они еще рабочие, собирал для этого самолета. Вот схемы всякие изучал, подбирал. Сергей родом из Туркменистана. Вспоминает, как в восьмом классе устроился на работу в аэропорт с лесарем-клепальщиком. До восьмого класса я не мечтал быть летчиком вообще. Думал быть машинистом на железной дороге. А тут я познакомился с самолетами, с летчиками. Они рассказали о своей работе, как она прекрасна, особенности какие. Ну и я ремонтировал самолеты и влюбился тогда в самолеты, в общем, и вообще в авиацию. После летное училище гражданской авиации под Саратовом. А дальше понеслось Ан-2, Ил-18, Ту-154, Ил-76. Полеты по всему миру в разные страны. Даже пришлось выучить английский язык. Любимый самолет вообще Ту-154, потому что я на нем больше всего летал. Я в него врос, как говорится, просто чувствовал, что я как бы одно целое с самолетом. Ну а по полетам вообще Ил-76 тоже. Это такой огромный самолет. И вот им управлять вообще сидишь там наверху, где-то 10 метров от земли. Летный стаж внушительный за штурвалом с 71-го года прошлого века. На Алтай Сергей Шивырев переехал в 95-м году. У него 5 детей и 7 внуков. Человек счастлив тогда, когда у него есть любимая работа. Ему хочется очень на работу идти. А дома – любимая семья. Хочется идти домой. Тут у меня так было, что я рвался на работу, ждал, когда будет очередной рейс. А с работы мне очень хотелось побыстрее домой, к семье, к детям. Семья поддерживает. Однако проделать маршрут «Барнаул-Быстрый исток» пока не удалось. Самолет привезли на авто с прицепом. Вы бы долетели из «Барнаула» до «Быстрого истока»? Да, можно долететь. У меня мечта вообще долететь все-таки. Сейчас я его отлажу, мотор, когда увижу, что… Откатаете, да? Откатаю, да. Я планирую. Я уже и план полета такой заказал. Дальше взять высоту 3000 метров и усовершенствовать свое творение. И, конечно, в мечтах, чтобы дело его жизни продолжили наследники. От винта! Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле день города пройдет патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». В нем примут участие российские музыканты и пройдет он на площади Сахарова. Подробнее в сюжете. Патриотический фестиваль «Русское лето» путешествует по городам России. В Сибири фестиваль отметился в Новокузнецке, Прокопьевске, Кемерове, Новосибирске. Музыканты побывали с концертами во многих российских городах благодаря фонду президентских инициатив. График исполнителей расписан. У Барнаульцев будет возможность посмотреть и послушать музыкантов в День города 2 сентября на площади Сахарова. Основной, как сейчас модно говорить, хедлайнер – это будет Ольга Кормухина, которая даст свой концерт в 21.00. На Сахарова будет также работать интерактивная кабина Народного фронта, где каждый желающий сможет записать видеообращение в поддержку наших военнослужащих. Кроме российской Тины Тернер, как называют Ольгу Кормухину, на фестивале выступит рок-группа «7Б», известная по композиции «Молодые ветра», «Полковник осень». Кстати, Барнаул не впервые принимает российских исполнителей. Нам под силу это сделать и обеспечить это на высоком уровне. Здесь, как всегда, интересно, мне кажется, зрителям, барнаульцам, познакомиться с творчеством наших гостей, друзей, других коллективов. Наверное, это одно из самых важных. И нашим ребятам, исполнителям, иной раз очень полезно, интересно посмотреть на уровень выступления других коллективов. Не вариться в своем, только Сахова. В концерте примут участие и барнаульские исполнители и гости из Новосибирска. В завершении концерта зрители включат фонарики и под официальный гимн фестиваля, записанный специально к событию, передадут энергию своих сердец другим городам. Всего масштабный проект при поддержке президентского фонда культурных инициатив охватит 26 российских городов. Вход на фестиваль бесплатный. Татьяна Голубева, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...